Девушки отдыхают Уже на протяжении 10 лет и за дня в день Людмила Юхневич закаливается, тем самым подвергая свое тело экстремально низким температурам и доказывая всем, что женщины отнюдь не слабый пол. Меня это заинтересовало еще давно, лет 10 назад. И я решила начать с самого простого, то есть принимать контрастный душ, вливаться холодной водой, обтираться. Мне это понравилось. Я получала хорошее ощущение, хорошее настроение, бодрость. Людмила ведет здоровый образ жизни и нашла единомышленников в Гродненском клубе моржей. И все же морж Людмила признается, что особенное удовольствие принимать природную зимнюю ванну в одиночестве. Каждое утро я приезжала к водоему, окуналась, может быть, немножко можно поплавать, делать какие-то физические упражнения, и после этого уже научилась не бояться холодной воды. Большинство моржей утверждает, что, начав закаливаться, они перестали болеть. Занятие моржеванием повлияло на то, что я не болею уже около 7 лет, больше 6 лет. Но я считаю, что это тоже дало большой эффект положительный. То есть уже 6 лет я не хожу на больничный и не болею. Во время пребывания в холодной воде организм испытывает стресс. Под действием низкой температуры происходит огромный выброс адреналина. Человека начинают переполнять эмоции. Он ощущает радость и преодоление. Ощущение прекрасное, классное настроение, ощущение бодрости, энергии. Ну, и я чувствую жар уже. Вам не холодно совсем? Нет, мне жарко. Как ни странно, но моржи часто сравнивают ощущения от прыжка в прорубь с банными процедурами. Когда заходишь в воду, оно немножко захватывает дух. То есть у тебя такое ощущение, как будто приливает силы, приливает кровь, поднимается настроение. Когда выходишь из воды, оно действительно, ну, можно сказать, эффект бани, можно сказать, то, что эффект теплоты создается. То есть на улице холодно, на улице мороз, а тебе бывает даже иногда жарко. То есть это прилив силы, прилив энергии – это самое главное. Наш организм устроен таким образом, что поверхность тела и легкие вводят наружу столько тепла, что человек, выйдя из ледяной воды, чувствует жар вместо холода. Изначально тебе кажется, что холодно, но потом, я не знаю, на каком-то, может быть, подсознательном уровне или на уровне организма. Ведь организм чувствует лучше, чем, может быть, наш мозг или наше сознание. Он чувствует, что это здорово, и ты сам начинаешь расслабляться, начинаешь получать удовольствие. Это действительно так. Примерить на себя судьбу пассажиров «Титаника» решаются немногие. Хотя внезапно оказаться в холодной воде есть возможность у каждого. Что происходит с человеком впервые, окунувшимся в прорубь, узнаем сейчас. Алексей не забудет этот день никогда, потому что сегодня он в первый раз решил нырнуть в прорубь. Алексей, расскажите, пожалуйста, как вы решились на это? Я всю жизнь боялся, но хотел окунуться в прорубь, в ледяную воду. Вот сейчас представилась такая возможность, когда есть более опытные товарищи. Я ходил в баню, и там мне понравился контраст высоких температур. Ну и решил попробовать окунуться. Алексей делает первые шаги в экстремальном закаливании под четким руководством маржа со стажем, от которого он заранее получил установку – в воде первый раз находиться не более 20 секунд. Настоящий русский богатырь с именем Иван сегодня выступает в роли наставника Алексея. Расскажите, пожалуйста, Иван, не страшно ли вам за Алексея? Он же все-таки первый раз. Да, я думаю, не страшно, так как он говорил, что начинал с бани. Тоже первое время привело меня в баню после парилки, распарившись, ознакомился с холодной водой. Позже было уже не страшно. Единственное, я ему рассказал о том, что подхватывает воздух, не хватает, сосуды сужаются, не хватает воздуха. И предупредил, я думаю, что он справится. Там ничего страшного там нет. Сколько минут можно находиться в проруби? Ну, это уже от закалки, как каждому свое. Сколько, может, и вы? Ну, пару минут, минут пять. Ну, больше не пробовал там минут пять, десять, думаю, выдержал бы как бы так. На такой подвиг Иван вдохновил друзей и близких. Правда, кажется, энтузиазм новичка Алексея с приближением к проруби слегка падает. Как вы видите, Алексей не убежал. Наверное, Иван ему просто не позволил этого сделать. Скажите, пожалуйста, не передумали ли вы? Пока еще нет. Холодно, просто холодно. Мгновение на то, чтобы решиться, и он делает это. Надо с собой бомбочкой. Опа! Просто бомбочкой не надо. Давай, посмотрим. Просто скажите мне, каково это? Супер! Легкие сводят. Супер, это вот. Алексей провел в проруби всего несколько секунд. Его проблемы с дыханием не случайны. Специалисты утверждают, что первые несколько раз холодная вода может кратковременно и сильно нарушить дыхание. Но в любом деле важна практика, и со временем это проходит. Скажите, вы будете еще это делать? Да, конечно. Как ощущения от первого раза? Думал, будет хуже. За время, которое может пребывать в проруби Иван, неподготовленный человек уже упал бы в обморок. Сколько вы можете выдержать здесь? Да, без понятия. Ну, минут пять-десять, да. Я думаю. Скажите, вы мне признали, что вы только моетесь в холодной воде. Это правда? Правда. Круглый год. Для того, чтобы не бояться холода, Иван очень долго тренировался. Ведь моржевание – крайняя степень закаливания. И подходить к окунанию в прорубь надо постепенно. Для того, чтобы впервые погрузиться в воду, необходимо минимум два месяца ежедневных постепенного перехода от обтирания холодной водой, принятия души в ванной, воздушных и снежных закаливаний. Только потом возможно погружение в эту холодную воду. Причем первое погружение должно проходить не более 5-20 секунд. Медики предупреждают, что существует ряд заболеваний, с которыми нельзя заниматься моржеванием. Это и заболевание сердца с нарушением ритма, и перенесенный инфаркт миокарда, и заболевание суставов, и повышенная функция щитовидной железы. Но если вы все-таки решили погрузиться в холодную воду, в крещение, вам необходимо хотя бы заранее, то есть попробовать, как это будет, контакт вашего организма с холодной водой. То есть для начала попробуйте принять просто холодное обтирание, принять холодный душ, холодную ванну. Делайте это достаточно регулярно, потихонечку, медленно понижая температуру воды. С какого возраста можно начинать закаливаться? Спросите вы. Матвею всего несколько месяцев. Он еще слишком мал для того, чтобы рассказать о том, нравится ли ему закаливание. Но судя по его эмоциям, малыш в восторге. Молодец, умница. Вот так хорошо. Плывем руками и ногами. Температура в эмалированной проруби Матвея гораздо теплее температуры воды наших предыдущих участников. И составляет всего 35 градусов. Поплавать в ней Матвей вместе с мамой и сестрой приходит каждую неделю. Родные знают, что это очень полезно, ведь закаливание – один из методов укрепления иммунитета ребенка. Мы купаемся в ванне с трехнедельного возраста. Я считаю, что это очень полезно. Начали мы с детского круга, который предназначен для детей до трех лет. У него явно стало заметное лучшее движение, снялся тонус в мышцах. В воде малыш чувствует себя комфортно. Ведь совсем недавно это была его естественная среда обитания. До того зажатый в комочек ребенок в ванной осторожно распрямляет ручки, а на лице видно удовольствие. Матвей даже не замечает, что каждые 3-4 занятия температура в ванной понижается на полградуса. Простое купание до года – это тоже закаливание. До шести месяцев ребенок получает гигиеническую ванну ежедневно. После шести месяцев, через день. Это самый простой метод закаливания. По старше деткам очень хорошо закаливать, обливая стопы водой комнатной температуры. Впереди важный религиозный праздник – крещение. 19 января десятки гродненцев захотят окунуться в прорубь и почувствовать себя моржами. Но за всей масштабностью и зрелищностью этого события следует помнить о его главной цели. И считается, что в этот день она наполняется Божьей силой. И вот люди отчасти, наверное, может быть из-за определенных суеверий даже, они считают, что если они войдут в освященные воды, если говорить про освящение водоемов, то каким-то образом они очистятся от какого-то груза, от какого-то греха, от какой-то нечистоты, которую они накопили. Но важно помнить и знать, что это все-таки не какое-то магическое действие. И просто исполнение вот этого действия без перемены своих мыслей, своей жизни, своих слов, своих поступков по отношению к ближнему, они не делают нас чистыми. Это очень важно помнить и не забывать. Иерей Сергий предпочитает окунаться в прорубь. Для него это действие символично. Хотя считает, что крещенское купание не является обязательным обрядом в церковной традиции Беларуси. По его мнению, окунаться в ледяную воду следует только закаленным и здоровым людям. У нас в жизни бывают такие какие-то знаковые моменты, когда я хочу, я думаю, вот с завтрашнего дня я начинаю новую жизнь. И здесь вот это событие, оно наполнено определенным символизмом. Ты пытаешься к этому дню прийти чистым душой и телом, потому что, в общем-то, самое главное, что должен сделать православный христианин этот день – молиться в храме. И, в общем-то, идеальный вариант, когда человек очистит к этому дню свою душу через настоящее покаяние, через причастие в храме. И вот, скажем, когда ты очистил душу, все равно есть момент, от этого хочется некого такого видимого действия, знака, когда ты входишь в воду и вспоминая свое крещение, потому что крещение, оно несет какую символику? Вот это погружение в воду, если говорить о том, как правильно должно совершаться внешняя сторона крещения, это погружение под воду. Человек умирает для ветхой жизни, умирает и возрождается, становится новым. Веру тех, кто приходит 19 января к источнику, чтобы окунуться, никто перед прорубью не проверяет. А вот создать нужные условия и безопасность – это необходимость. В этом году, как и все последующие годы, крещение будет проходить на озере Юбилейном. Водолазно-спасательная служба «Свод» будет обеспечивать безопасность на воде. В связи с тем, что обстановка на льду сложная, лед будет примерно 5 сантиметров, выход на лед запрещен. Поэтому, если вы не считаете себя моржом и волнуетесь за свое здоровье, помните, что по священному писанию целебными свойствами в этот день наделяется вода из любого источника. Главное – знать, с какими мыслями к ней подойдешь, то и получишь. Считается, что в этот день, когда в храмах произносятся особые молитвы об освящении воды, эту воду называют великой агиясмой, великой святыней, которые относятся к крайним благоговением. Эту воду принято традиционно, если человек не находит в состоянии какой-то там крайне тяжелой болезни, утром натощак, с молитвой для того, чтобы осветить не только молитвой свое ум и сердце, но и свое физическое естество. Рисковать или нет – выбор каждого. То, что закаливание оказывает положительное влияние на организм, несомненно. Но, на мой взгляд, к любому решению нужно подходить постепенно и осознанно. И не важно, идет речь о теле или о душе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова